Всем привет, дорогие друзья! С вами RedFox И мы в Total War Warhammer За пограничные, точнее, порубежные княжества И, наверное, сейчас мы пойдем в бой, что не пойти Нас больше Против нас какие-то гоблины Что, мы не справимся, что ли? Может и не справимся, но сейчас посмотрим Да, мне некоторые писали, что, возможно, у меня моды криво встали Какая-то фигня в гарнизонах Может быть, очень может быть Но я думаю, мы оставим все так Потому что переделывать с высокой степенью вероятности Значит поломать то, что есть Начинать заново Я думаю, поиграем так, попробуем Не пройдем так, не пройдем И еще мне подали отличную идею Это Не держать гарнизонные армии А при появлении опасности Нанимать лорда И нанимать ему тут же знаменитые отряды И, во-первых, это удобно Надо отметить А во-вторых, это в некоторой степени по лору Ведь Так, начнем Ведь Наемники Знаменитые отряды, это же наемники А погранить порубежные эти княжества Морские и Южные территории Как раз наемниками и славились отрядами Так что, вроде как В случае опасности Мы просто Где враг-то будет? Здесь что ли? Непонятно В случае опасности Мы просто банально зовем На помощь Наемников Платим им за это денежку И они решают наши проблемы Мне кажется, довольно исторично Ну, как исторично Довольно по лору Для нашей торговой фракции Блин, тут Непонятно, где пройдешь Где не пройдешь У меня много стрелков Больше, чем у них У меня больше, чем у них пехоты У меня есть лорд У меня даже легкая кавалерия есть Какие у них вообще шансы? Давайте, кстати, глянем вблизи на нее На эту кавалерию Какие-то степники Ну, это как раз пример наемничков Вверх Че так далеко забрались Подставляю вперед Этих ребят Потому что Их не особо жалко Копейщики Алибордисты Они ориентированы На защиту На прием удара Так что пусть принимают А мечников мы потом Выдвинем в бой Я думаю, можно Сбегать на разведку Кавалерии На, правда, не стреляющая Давайте глянем Что это за лесные гоблины С мечами Мне определенно не хватало Таких ребят Когда я играл за гоблины Гляньте на характеристики 30 атак А 44 защита 69 дисциплина Атака еще и с ядом И натиск Ракет И 53 доспехи Со щитами Хорошими Мне бы таких гоблинов Когда Я за них Играл Где кавалерия моя Че застряли Надо сбегать на разведку Ничего, не правда На самый верх С холма Просто тупо залезли И все Но я нашел Второй вход Сейчас мы Копейщиков С небольшой поддержкой И стрелками Бросим здесь А частью Мечников Обойдем здесь Так Давайте поближе Отряда Три Наверное Мечников Сюда Остальных Сюда Кавалерия Дальше Тоже лезть Не будет Она сейчас А нет Блин Спалилась Непонятно А то видимо То невидимо Она стоит Не палится И въедет В лучников Потом Когда начнется Замес Давайте глянем Нашего легендарного Лорда Нежить То мы как-то Даже и не смотрели Не дают ему пройти Не знаю Кто он Такой По лору Особенный Так Никого не видно Потому что у них остальные Ночные гоблины И стрелки И пехота Я не просто В маскировочке Пока Тогда эти перемоточки Включим А наша пехота Уйдет на фланг Ой, а тут ходить можно? Самая классная постройка Конечно Орков Я думаю Получится ли Вот так Побежали Орков Замес Все Можете Можете Это Ну Живите Можете Можете Возвращение Можете Отправляем подкрепление в бой. Уничтожаем их стрелков просто. Ну да, долго обходили, мы тут сами почти справились. Хотя нет, пехота, смотрите, держится. Эти мечники их. Ну сейчас удар в спину. Дело решит. Не надо никуда подходить. Не надо никуда подходить. Там кавалерия разберется. Вот и все. Ребята побежали. Какая резня идет. Ну, в принципе, и так я и рассчитывал. Смотрите, не слабо порубали тех, кто принимал удар, несмотря на всю защиту. Ну, в целом, без особых проблем. Правда, восстанавливать войска нам тут только негде в чужих землях. Ну-ка, с холма. Да. Это что такое, чардж? Что-то степники наши так себе. О, молота на ковальне. То, что не получалось за бретонцев. Жиденькие, правда. Но, тем не менее. Ладно. Знаете, быстро-быстро-быстро набиваем опыт. И на этом заканчиваем. Так, ну, потери небольшие, в принципе. Противника достаточно большие. Кто нарубал? Трицет сорок пять. Догнали. Все-таки. Кавалеристы. То неплохо. Три тысячи денег мне вполне пригодятся. Вот-вот. Дисциплина плюс в битвах, а не минус. Это правильный перк. Так. Рост может увеличить. Маги, конечно, его было бы интересно качнуть. Но я думаю... Подождите. Дисциплина в битвах с налетчиками. Огры, гринскины, хаосу, воркшу. Милоток плюс пять. Против хаоса, норска и гринскинов. Слушайте, это клево ведь. А это что? Против нежити. Ммм, защита. Плюс пятнадцать. Вся армия. Дисциплина плюс десять. Урон от выстрелов. Слушайте, это вообще интересный такой лорд. Всем плюс пять дисциплины и атаки. Это круто. Но плюс пятнадцать защиты, это вообще... Жесть. Ну, пока плюс семь. Мы это берем. Так, в принципе, у нас остались ходы встать лагерем. У этого нет ходов. Надеюсь, мы помогаем нашим гномам. Пора уже пускать в бой свои войска. Чего себе тут гарнизон отстроили, ребята? Это там гоблины в основном. Ну ладно, пусть сами разбираются. Кстати, я могу приказы отдавать. Жаль, только я не могу разным армиям раздать разные приказы. Этой пойти сюда, этим туда. Я могу им только общие цели. Давайте вы возьмете Экрунд. А вы с ним не воюете? Да ладно. Если это плохой мир. Так, так. Бараквар. Воюете? Это я с ними не воюю. Поэтому, да? Ага, только на общих врагов. Ну и ладно. Три поселения у этих. У этих орков. Значит, раз, два и третье гумбат, что ли? Ну да, наверное. Ладно, сейчас мы их пограбим, вырежем. И, надеюсь, наши гномы тут обоснуются уверенно, крепко и будут наш тыл держать. А потом пойдем там империю попирать или вампиров. Здесь, конечно, жесть. Сколько гоблинов. Если каракнорнами сейчас сожгут, уже будет лучше. В одном поселении не больно посидишь такой толпой. Ладно. Строить нечего. Выпускаем. Посмотрим. Тупить войну с Гримгором. Гримгор, он уже там. Уровень силы 8 у Гримгора. Давайте потом... А, нет, это у него Гримгора, это у Беллигара. Да давай как-нибудь потом. Я не хочу со всеми сразу ссориться. Опять начнется со всех сторон. Да, кстати, спросили в комментариях, почему бы мне не объединить все южные государства под собой. Во-первых, по-моему... Военный союз. Нет. Во-первых, по-моему, нет возможности конфедерации. У нас. Жаль, они не подрались тут с эльфами. Я был бы за. Какие-то дурачки, объявившие войну гномом. Избил Бали. Так вот, почему я, значит, не законфедерачу их. Давайте зайдем в дипломатию. И нету конфедерации вообще. Только стать вассалом. Конфедерации нет. Мы потому и княжество, что у нас тут широкая независимость. Можно только завоевать, ребят. Это раз. Во-вторых, сейчас может... Вот, смотрите, показатель. Телея. Один город. Один. Большой, но один. Они имеют раз, два, три армии с одного города. Вот эти имеют, наверное, две с половиной армии. Вот эти две. Вот эти три. Ну, эти дурачки, отколовшиеся, тоже три армии имеют. Я с одного города могу иметь максимум одну армию. Потому что искусственному интеллекту пустят экономику. Потому что он дурачок. То есть, имея вот эти две территории в союзниках, я имею под боком где-то пять-шесть армий союзных, которые меня могут прикрыть. А если я эти два города защищу, я отстрою тут две, может, две с половиной армии на оборону этой же земли и себя. Плюс я с ними еще и торгую. Получаю деньги. Мне, банально, не очень выгодно их присоединять. Да, я могу неплохо бустануть себе экономику, нанять еще несколько армий и, бросив все это, пойти куда-нибудь. Но ко мне приплывет по скрипту хаос, это я знаю. Когда будет пришествие хаоса, тут появится четыре-пять армий хаоса. Надо будет это как-то все защищать. Проще защищать свое. И экспансию проводить прямо на месте. Вот здесь захватывать. Здесь расселяться. Не надо растягивать фронт. Так, давайте. Продолжим. Сейчас двумя армиями нападем, чтобы оба генерала лорда опыт получили. Так-то тут, конечно, нет необходимости. Треляющие пацаны у орков, кстати, появились. И вообще ворки появились в гарнизоне. До этого были одни гоблины. Забавно. Меч с золотой печать. Атака, защита. А у тебя чего? Ага, так. Во-первых. Защита. 33 атака. 33 атака, 56 защита. У обычных мельщеников без опыта вообще. 56-4 защита. А, но так и не прибавляется, потому что она против гринскинов там только. Ну, этих хаоситов и прочего. Угу. Так, чутка подвинемся тоже гарнизончиком. Вот этих надо еще разломать. А там посмотрим, как дела у Жувбара. К нему зачем-то приперлись наши соседи. Так. Давайте пройдемся по гномам. Жувбар. О, 42. За военные действия. Ребята сразу стали к нам лучше относиться. Отлично. Намерен дружить с гномами. Это исторично, это выгодно. Плюс их как-то в последних прохождениях вырезают бенещадно. Орки. Так, Гримгор. Три поселения там где-то имеют. У этих ребят еще два. И шестая сила армии. Они опасные. Остальные орки ни о чем. Даже эти. Ну что ж, тем лучше. Тем лучше. Тем нам удобнее. Очень долго растут поселения. Прям капец. Шесть ходов до избытка. Пять ходов до избытка. Это какой-то капец. Че хотите? Да вы опять. Иди сам с ним воюй. Сидите тут в горах. Гримгор на другом конце земли. А мне предлагаете с ним повоевать. Бараквар предлагает повоевать. Опа, они отобрали. Или у них была та земля. Давайте попозже. Отстань. Дурочки-таки куда-то идут. Неужели к гномам? Вот им там обрадуются. В римгора Лакх обнаружена засада. Вот и волнения хаоса начались. Скоро он начнет развлекаться. А. В принципе, можно им войну объявить. Чтобы гномы порадовались. А. И теперь их можно сюда натравить. Опять эти же гоблины. Только перебрались в другое поселение. Что у нас здесь? Ух. Подождите-ка. Я тут, кажется, играл. Это же та карта с речушечкой вот тут проходящей. Мы тут гномами хаоса воевали. Только против гномов. Топай сюда. Я не согласен. Ну и что? Я думаю, нет смысла это разыгрывать. Я только что одной армией бил такую же толпу. Как видели, ничего сложного. Знамя Грифона. Паловый амулет. Жаль. Так. Что бы тебе выучить? Принц и баф. К найтам. К ворсманам. Или фронтир командир. Рейнджерам, рейдерам, скаутам. Лидерство. Только лидерство. И содержание. Нафига мне содержание и лидерство. Вот атака. И защита. Это нормально. Давайте сначала здесь. А там посмотрим. Так. Ты пятый уровень. Урон от выстрелов. Сопротивление выстрелам. Неплохо. Неплохо. Давайте вот это. Ну что, я даже не знаю, идти ли дальше. На гору Гунбад. Кстати, там можно неслабо заработать. Наверное, пойдем сходим все-таки. Эх, лагерям не хватает встать. Ну ладно. Давайте пропускать. Там еще дофига дней до прироста. О, гномы рассосались отсюда. Может, атакуют-таки. Дурачки, я надеюсь, к гномам все-таки пойдут, кому не войну убивали или ко мне. Что-то мне подсказывает, что ко мне. Так, и тут у нас восстание намечается. Ну, тут у нас как раз есть группа экстренного реагирования. На такой случай. Он еще и уровень получил. Давайте вот так. Так. Э, пошли вон. Это моя добыча. Дамаг! Кому дисциплину надо поднять? Да у меня нет таких. У меня все нормально с дисциплиной вроде. Кхм. Охотник. Сидяновый клинок. Интересно. Так. Герой наконец-то получил уровень. Опыт и защиту. Да. Давайте посмотрим, что вам можно раздать. Так. Охотника тебе надо выдавать. Кхм. Орон сквозь доспехи плюс восемь. Мне кажется, атака защиты лучше. Хорошо. так пошли дальше но так чтобы пополнить потери так у нас плюс 15 доспехов по-моему неплохо все всем то я не вижу бафу на плюс 15 доспехов 37 саду они все правильно просто у них очень мало этих самых доспехов ой тут две армии 10 в гарнизоне и северные гномы целой кучей каракадрин тут кажется на логову мстителей до каракадрин мы с ними еще даже не общаемся но уже в хороших отношений где еще одни гномы только что были а вот жуба нормально давайте мы туда не пойдем пожалуй ну их нафиг сейчас пойдем себе он шварцхаффен берем например почему бы нет как долго растут поселения как долго идут исследования все очень долго за тысячу против крокетмуна ну черт с тобой давай вон и восстание я вижу правда сейчас все вот это орава попрется на меня наплевав на гномов это будет эпик фейл это что такое гномы прыгнули подземными путями к людишкам а там у них еще армия есть за них две армии одну распинают селее военный союз нет а вот бегут пинать гномов за самоуверенность не гномы отошли и возможно сейчас будут пинать людей так о нет один вернулся я думал все уйдут на север восстание дикари нашествие призраков давайте пойдем в сторону дома но так чтобы восстанавливать по пути войска неспокойно горки дикие толпами так что же у нас тут восстало что у нас есть что есть давайте то и наймем в принципе денег хватает они не боятся они никогда не боятся давайте сыграем у нас какие-то амазонки анаконды и пиратца потерянный легион кажется по моему они нежить если я правильно помню сейчас глянем так амазонки какие девушки с мячами просто красавицы так что умеют очень высокая скорость 38 да нет не очень хороший урон лезвия древних увеличен преимущество против пехоты и 15 спас бросок да пиратца потерянный легион доспехи борьба с крупными целями особо оружие дальнего боя амазонки вот пять штук обстрел ммм как раз могут стрельнуть нет это не нежить это просто просто пикинер ну чё такого так вон брожины на холме я думаю учитывая преимущества стрелках мы вот не полезем в лес попробуем немножко их выманить давайте копейщиков со счетами выставим или тоже я выставим без счетов же да да они без счетов тогда вас вперед мы не будем ставить мечников и лучников все банально устраиваем свалку в центре расстреливаем своими стрелками их стрелков заходим с флангов все разбегаются все как всегда в горку конечно неудобно атаковать но что поделать ну в смысле преимущество будет за ними они уже начали стрелять им еще не достаем ну ничего страшного у меня ребята со счетами в первых рядах сейчас мы ответим так что они сразу передумают этим заниматься ну-ка ну-ка ни одного не убили только здоровье попортили так ну идите сюда опа ну-ка давайте посмотрим что у нас за обстрел и что и что Играй без паузы, поэтому немножко местами протупливаем. С другой стороны копейщики созданы, чтобы... А, упор стрелять не могут, чтобы принимать урон. Так, мы бегем сюда. Ну пошли, сбегаем по делу. Ты вы врага. Опа, их лорд резко вдруг поехал вниз. Хотя вроде ничто не предвещало. Так, тут уже заканчивают с ребятами. Так, лорд отъезжает, копейщики держатся. Все. В принципе, они продержались сколько было нужно. Оттуда даже не надо. Эти все сюда. Развернемся. Лорд, давай вернешься, а то там дисциплина падает. Хотя у противника падает вообще все. Ну, как-то так. Да, у нас было серьезное преимущество в количестве. И в стрелках. Вот, пехота, я люблю играть. Раз, два, три. Построились, приняли. Обошли, раздали. Все. Быстро, ловко, уверенно. Кавалерии, пока ты там где-то по тылам пытаешься ей управлять, тебе всю пехоту раздавили, помяли. Пытаешься контролить сразу в двух-трех частях поля боя, без паузы, ну, просто нереально. Пока одних контролишь, тебе других раздавили. Давайте сверху, в тыл постреляем. И на этом закончим этот бой. Если кто-то из них убежал, то, в принципе, даже хорошо. Потому что больше опыта. Тут опыт с лордом дают за победы. Неважно, кого вы победили, даже если там был один пшивый гоблин на всю армию. Победа считается, как над полным стейком хаоса. Войска, да, не получат опыта, но лорду все равно. Поэтому, если позволяет дальность передвижения, выгоднее... Выгоднее не добить врага и напасть на него еще второй раз. Ну, вроде бы, должны доходить. Да. Вот, смотрите, тут... Четыре отряда недобитков, сколько мы получим опыта. Еще и денег, 500 монет, это ладно. Знамя Крика. И... оп! Почти целый уровень. Постоянно вокруг себя на противников. Минус 14 дисциплина. Постоянно вокруг себя минус 14 дисциплина. Да, нифига себе. Это можно дать, например, копейщикам, чтобы они в центре всех пугали. Или вот анакондам выдать, чтобы они, забегая сзади, устраивали дебош. Давайте попробуем так. На самом деле нет смысла пополнять эти отряды, они и так пополнятся, нет смысла казнить пленных, они пять ходов ни с кем не воевать не будут. Есть смысл всех продать. И в прошлый раз надо было так же сделать. Неплохо. Заодно качаем нашего гарнизонного героя. Его бы прокачать на что-нибудь полезное. Стоимость найма, потери, противление скверни. Я думаю, надо ему стремительный удар покачать. Как приедет толпа хаоситов. А он тут один. Нам пригодится. Ну, это сопротивление скверни прокачаем. Там все примерно одинаково бесполезное. Сигма компелс вас. Так. Мы уже ходили? Или еще нет? Да, мы уже ходили. Забыл. Не пропускали, только еще ход. Так, пока не буду. Прикокоракнорн сожгли. Отлично. Пусть с людишками сами гномы тут разберутся. И потом дам приказ на гримхолд идти. А то мало ли куда они сейчас попутся. Вот, вот гномы правильно. Из бараквара поняли. Намек. Давайте отжимайте. Троить. Ничего. Один ход до исследования какой-то технологии. Все очень долго. Исследование очень долго. Рост очень долго. Все долго. Клан Ангуэн пошел пинать людей слишком большой толпой. И почему-то их не догнал. Непонятно. Карсник тут же повел свои толпы куда-то. Надо отдать все-таки приказ на гримхолд гномам. Может они его отожмут удачно как-нибудь. Людишки все равно толком ничего не смогут сделать, я думаю. Они там еще по болотам эльфийским бегают. Небывые потери несут. Какая-то такая мелкая возня на всех фронтах. Технологии исследованы. О, доход от торговли. Рост. Вот, вот что мне нужно было. Доход от портов. Опыт для сартосанских пиратов. Где бы мне их нанять еще, этих пиратов? Так, дипотношение. Противление скверне. Порядок. Так, союзники гномы. Вот строительство гарнизона и как-то теряет смысл. В том виде, как каком у нас убогом виде эти гарнизоны. Скорость. Броня. Аура лорды. Доход. Это вот вид надо, когда мы пойдем в зеленокожих основательно, грабить. Такая штука нужна. Пока, наверное, не особо. Все лорды, значит, неустрашимые, лидерство, бонус. Так, так. Опыт. Вот это вот интересно. Да, вот это мне надо. Через сколько восстания? Через 10. И тут через 10. Опаньки. А вот это уже неприятно. Хотя, сейчас мои ребята вернутся. Давай, иди, пополняй людей. Этих может разогнать. Потом наймем. Тысяча где-то их наем стоит, а содержание 150. Вот этих 200 почти. То есть, за 6 ходов их отсутствие окупается. Вообще, в плюс пошла. Давайте выгоним. Потом наймем. Вон, 1800. Запросто. Деньги нам... Ну, деньги у нас лишние есть, но еще пригодятся. Кстати, мы не воюем с этими орками. В очень плохих отношениях, но не воюем. Ну, ладно, пока. Так, я думаю, вот, выгоднее будет добежать до земли союзника. Там у нас будет просто экстра пополнение. Да, хотя это и земли гномов. Непонятно, откуда у нас пополнение. А вот тем, кто не доходит, надо лагерем вставать. Тааааак. Таааак. Скарсник просто... Просто какой-то ордой пошел. Таааак. Таааак. на висенбург они что ли в грабеж пошли такой оравый слушать это идеально прямо сейчас для гномов если скоростник там потеряет значительные силы он судя по всему это сделал потому что он получил по морде два отряда вахи там бестолковые висенбург-то отбился и армия скоростника побитая опа они еще и получают ой 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 как гоблинов разбили просто в хлам все надо грим холл брать чё хотите военный союз не военные союзы фигня помириться решил дурачок но нет пока ты воюешь с кланом ангрунт мы мириться не будем сначала с ними помирись потом с нами можно да да вак скоростник лично выхватил по морде осталась одна побитая армия всех этих адовых толп гоблинов ура 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 у нас сбыток населения можем улучшить наш главный замок пять ходов теперь улучшаться будет все как все долго то я я хотел войск нанять получше так нас же есть право прохода со всеми этими ребятами да есть вот эти только чутка чего ряжется а ямбарита полей они уже передумали военный союз сразу отвечу почему не заключаю военные союзы военные союзы реализованы в этой игре криво если мой союзник стукни ему что-нибудь в голову объявит войну кому угодно в том числе другому моему союзнику я буду выбирать с кем я кто останется мне союзником а кто значит врагом станет как уже было моему союзнику объявили войну я остался с ним но это ему объявили это оборонительный союз так работает а если бы объявил он мне пришлось бы выбирать пошли на марш и правда что я тут под тупливой мне кажется короче компьютер часто без повода друг другу объявляет войну потом мириться но не с вами друг с другом они обратно мирятся а с вами нет в итоге ваши союзники могут взять и поссориться на объявлять друг другу и кому угодно войн а потом взять и между собой замириться обратно просто через пару ходов как только у них армия просядет и и вы остаетесь одни с кучей врагов внезапно и союзники вам больше не помогают да отстаньте со своей и сам с ними воюй как только начнешь тогда я присоединюсь про вон приперся аж сюда серые горы о сожгли гримхолд да отстаньте и это не единственная кстати причина почему военный союз это плохо здесь в этой игре кроме того что твой союзник может кому-то объявить войну когда у вас обратительный союз бы это вас не касается вы вступаетесь только если вашему союзнику объявили войну так другой минус военных союзов если лично вам кто-то объявил войну какие-нибудь орки вот оттуда из дальних гор вдруг объявят мне войну ни с того ни с сего или орда какая-нибудь зверолюдия орда если ваши союзники отказались в этом участвовать то все вы больше не союзники автоматически и получается и получается минус минус союзники минус торговля минус все просто потому что они не захотели воевать с какими-нибудь зверомордами которые через пару ходов сдохнут у вас разваливается торговля и все остальное о хайкрунт сожгли блин почему ничего не захватывают почему они все жгут это же их поселения им подходящие давайте этим выдадим новую цель а блин они с ней не воюют или я с ней не воюю ну ладно пусть сами-то разбредаются так как-то все очень медленно в этой компании мы уже сходили черти куда корком там их пограбили вернулись а тут до сих пор не улучшилось главное здание и кузница чтоб нам новые войска на ней как так раккадрин оборонительный союз давайте оборонительные я согласен выбивайте там всех зеленомордых из гор расселяйтесь будете нашим щитом мы на равнинах вы в горах хаос не пройдет империя кстати тоже империя к сожалению должна умереть так записано в нашей цели компании а там я и не мог никого не нанять о заселили экрум тут же вот это красавцы вот это молодцы не тупят как некоторые кого мы можем нанять для никого все то же самое даже пистольеров не можем смысла нет сюда был тащить войска эти потащим их шварцхофен брать сразу у союзника тут и пополнимся так говорите без марша по перевалу по ущелью точнее а подойдем объявим войну с этим испортим отношения конечно за переход по их земле но их с ними нам все равно эта земля тоже будет нужно позже манфред фон карштайн тут конечно забился дракенгов я думаю мы выкурим и его двумя армиями вполне может еще какие-нибудь союзники нарисуются очень хочется за гномов поиграть очень люблю гномов но я уже играл и только что были гномы хаоса так что видимо как-нибудь в другой раз дождемся второго вархаммера и там поиграем за гномов мне кажется что это не просто не это будет топливо ладно я думаю пора эту серию заканчивать несколько затянулось в следующей серии мы достраиваем тут поселения что-то в них строим не знаю еще что захватываем начинаем захватывать селиванию и расселяться там выводить скверну все дела я думаю будет повеселее пока пока как-то так гномы гномы хорошо себя чувствуют выжили с карстника осталось отогнать людишек заселить серые горы этим ребятам давайте улучшим отношения быть так дружить максимально с гномами потому что наши наши территории не пересекаются они живут в горах мы живем на равнинах нам нечего делить нам наоборот очень удобно прикрывать друг другу спины с рейкландом кстати я могу торговать я про него узнал надо же неплохой доход только стоит ли это делать мы ведь не любим империю я думаю пока воздержимся ну а там посмотрим ладно спасибо что смотрели оставайтесь с нами дальше будет интереснее мы сейчас наберем обороты и помчимся вперед покорять империю всем удачи всем пока 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 пока